Всем привет, друзья! У нас с вами Бедоси, которого давно не было, и играть будем сейчас на арене, да ещё и за какую цивилизацию, глядите, за римлян. Римляны недоступны в ранкете, играю за них почти первый раз, вот только-только там посмотрел, только-только посмотрел за них дерево технологий. Конечно, выглядит жёстко, что кресты там работают, всё делают на 5% быстрее, да и юниты у них тоже классные. Короче, выглядит неплохо. Будем играть аренку против Дончада, как я уже сказал, в ранкете за них не поиграть. То есть, даже со смурф аккаунта я там ничего попробовать в Тагехе не мог, поэтому решил сыграть против одного из лучших, наверное, ну, одного из сильнейших русскоязычных аренщиков против Донча. Вот, и, собственно, давайте смотреть. Донч взял японца, попросил взять его что-то такое боевое, миличное, без отсадных анагров, а то вы знаете Донча у нас. Были бы только отсадные анагры в этой игре от него. Вот, ну и, соответственно, погнали играть за римлян. Вкратце, у них кресты работают быстрее, есть всякие прикольные бонусы на галерке. Так, 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 сейчас, 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 есть всякие бонусы на галерке. Потом у нас пехота получает двойные апгрейды в кузне, и скорпионы стоят на 60% золота меньше, и на них действует баллистика, и нету минимальной рэнджиу скорпов. То есть, по идее, у них жесткие скорпы, жесткие эти, жесткие скорпы, жесткие, жесткая ребята в бараке, то есть, пехота, плюс там есть всякие легионеры. Я думаю, это именно те два юнита, которых мы будем пытаться делать. Плюс будем делать, наверное, в замке этих центурионов, потому что они бафают и заряжают, там, увеличивают, ну, в спид, ну, и просто бафают, короче, этот, бафают, бафают всех юнитов вокруг. Так, кузню быстро я не чекал, да, брейсера нет. А, и, кстати, последнего армора на пехоту тоже нет, чтобы они суперармированными не были. Понятненько. Интересно, как там японские чемпы или самураи, будут ли они меня перебивать. Так, ладно, пока что мы просто добываем резы, причем, ну, сильно вот эти 5% пока не чувствуется, наверное, потому что 5% это всего лишь 5%. Ожидали? Поэтому сильно никаких бафов тут я не чувствую. Так, это должно было случиться, удалил здесь стайл, но все равно все вроде бы хорошо. Блин, ну 5%, конечно, на все это много, да? Даже не знаю, какой билдордер попробовать сделать. У меня просто есть ощущение, что я могу какой-то очень жесткий билд сделать. Ну, даже 5% это дофига. Хотя нет других эко-бонусов никаких, да? Давайте, наверное, второй домик я буду делать скаутов, поэтому кабанчиков тоже возьму скаутами. Вот, и должно получиться здорово. Тайминг должен быть хороший. Так, ладно. Поймал. Это правда, но поймал. Так. Раз, два. Блин, какая красота, пока очень четкий билдордер получается. Я нигде ничего не забыл, все подвел. Кресты лишнего почти нигде не ходили. Блин, все четко, красиво. Четенько и красиво. Что, убили кабанчика, добываем ягоды, добываем лес. 4 и 4. Для тех, кто учит билдордера, запомните, 4 на лес, 4 на ягоды. Там где-то параллельно можно было раньше кабанчика собирать. Но я люблю именно так, как я сделал сейчас. Двоеми еще одного хруста сюда. И 19-го у нас будет сеять... 19-го у нас будет сеять фермочку. Готовимся к тому, чтобы подманить следующего кабанчика. Переживаю я, да. Тут какой-то момент включил, они так быстро его там жрут, что тут особо ждать не приходится. Сразу подрубаемся за следующим кабанчиком. Выстрел раз, выстрел два. Кабанчика мы завалили. Ну что, на второй лес, наверное, все по классике. Билдордер сделаю стандартный. Заодно посмотрим, что там как. Опять же, под скаутов, наверное, поп-26 я пойду. Поп-26 пойду, да. То есть я смогу и ран от скаутов, наверное, заказать. И при этом у меня, по идее, экономика должна быть сильная, да. То есть мне должно хватить на все ЭК-апгрейда. Должно хватить, возможно, на ТЦ-худ сразу. Но опять же, надо держать в голове, да, что у меня просто чуть-чуть быстрее работают крестьяне. Каких-то других ЭК-бонусов у меня, в принципе-то, нету. Так ли это жестко на самом деле? Так ли это жестко на самом деле? Так, ладно, восьмой на лес нам тут точно понадобится. Я думаю, что можно домик построить спереди. Не тратить тут. Ух ты, у нас там еще больше места. Что-то едят ребята кабанчика. Мы сделаем третью фермочку. 25. Получается, что? Девятого на лес могу добавить, наверное, да? По возможности четвертую ферму сделаю. И потом два на голду. Можно, наверное, сразу вот так переходик нажать. Удвинчай счетик большой. Думаю, он разведует карту. И только что, по-моему, нажал переход. Только что добавил переход. Не знаю, будет апаться 24 плюс 2 в какой-то фричный бум или что-то еще. Понятия не имею. Но Дэнч нажал переходик. Может быть, кстати, попробует замонкрашить меня, да? Так, забыл точку сбора на золото поменять. Но ничего страшного. Погнали. Ну что, у нас в итоге 9 на лесе. В принципе, все красиво. Скаутом никуда до монаха не побежим. Разведывать будем феодалию уже, когда добавлю скаутов. Вот, я думаю, что можно где-то тут барак поставить, так чтобы его было не видно. Даже зачем-то два домика наметил. Не уверен, что это классная идея. Так. Ну что, пока все четенько. Может быть, действительно, здесь пока ничего не делать. Я сюда кузню поставлю просто. Да, и домик тоже нужен будет. Мы можем, наверное, пройти вот к этому дереву. Сейчас покажу, как красиво сделать. Пройдем этим крестом вот сюда. Построим вот сюда домик. Потом соберем с этого дерева. И кузню. Да, Денч в итоге поп-24, по-моему, перешел. Если моя математика меня не обманывает. Линьор. 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 Так, на пород не похоже. Ну нет, даже может быть десяточку дерева успеем отнести, или? А на успею, но все-таки не сейчас. Ну что, поехали? Да, как раз он добыл десяточку. Красиво. Сразу топорик, хомутик хотелось бы нажать. Тут нельзя сразу делать фермы после хомутика, наверное, потому что они же это... Они же быстрее сеются, да? Блин, офигеть. На все хватает. Это 26 плюс 2. 26 плюс 2. У меня идеальный переход. У меня уже есть хомутик. И я, считайте, готов заказывать скаутов. Блин, мне это очень нравится. Это очень жестко. Так. Причем же, по идее, с каждым экономическим вот этим апгрейдом, топорик на них, по идее, сильнее действует, да? Или нет? Так, все, побежали скаутами. Да, топор, по идее, должен был сильно их забафать. Ну, побежали смотреть, что там Денч делает. Здесь не будет какой-то суперолын от него. Здесь не будет какой-то суперолын, а то мы не повоюем уникальными какими-то клевыми юнитами. Но все равно, игра есть игра, правильно? Игра есть игра. Так, может быть, давайте третьего на золото только что добавить решил. Сейчас поразведуем. Слегка не идеально тут разведаю, правда. Ну, ладно. Так. Так, смотрим, ищем. Так, ну Денч, по идее, должен знать, что это... Должен знать, что это не... Что это какой-то новый скаут. Я просто от Денча почему-то ожидаю, что он будет играть без этого. А Денча ожидаю, что он будет играть без... Без монахов и без скаутов. Скауты друг друга блочат. Так, монастырь. ТЦ-шка, как я и обещал. И давайте, наверное, вот этот этап сделаем тоже. Так, это сюда. Блин, пипец, мне хватило на 2А, на ТЦ, это 26 плюс 2 под скаутов. Блин, да, наверное, это очень жесткие бафы, да? It's too much. Я нормально скаутов сделал, что там... Там приличное количество, по-моему. Все, минус скаут, мне кажется. Вроде бы он не должен тут успеть... Как-то к монаку подбежать. Он уже, по идее, не развернется. Так, ну и чё, еще один городской центр. Так, все. Скаут убит. Подстрелен. Это сразу ближний к нему. Ближний к нему, наверное, соберем. Так же, у нас уже есть плуг. У нас уже есть плуг. Да, я думаю, можно даже... А, ну, кстати, я мог раньше маркет, да, увидеть. Мог раньше маркет увидеть. Блин, красиво, красиво, красиво. Бумим, добываем лес, строим городские центры, делаем фермочки. Можно, кстати, начать скорпионов сейчас делать, да, в какой-то момент времени. Реально, они у нас прикольные. Поэтому сейчас мы... Наверное, третьего монка закажу. Третьего монка закажу. Как у нас будет такая, встанет нормальная экономика. Я, наверное, начну делать это. Построим форвард. Форвард. И будем... Кигачить скорпионов. Так, пока что мне жестко не хватает на заказ крестьян. Все-таки, наверное... Хотя бы как жестко. Вот уже все три пц работают. Мне кажется, айдл не такой большой был в итоге. Так что... Так что выглядит прилично. Че, пять реликвий у меня сейчас будет. Я думаю, что этого кристалла уже можно будет на форвард отправить. Да давайте лун нажмем. Че, у меня голда есть. Голда будет с реликов, да? Почему бы лун не нажать? Так. Да, приятная, конечно, ситуация. Сложно просить чего-то лучше на аренке. Сложно просить чего-то лучше на аренке. Ага, тебя не отправил, да? Ректе. Здесь, наверное, обновим, почему нет? Обновим. Произведем обновление. Так, скорпу у нас в итоге стоят голды меньше, да? То есть мне, на самом деле, золото вообще не нужно, да? Для этого форвард подкушка. То есть мне, по идее, голды мало надо. Вот леса все еще много. Так. Где-то, кстати, вторую тачечку нажать можно будет. Где-то вторую тачечку нажать надо будет. Так. Кстати, у нас есть Redemption. У нас есть Redemption. Он стоит 30 голды всего. Нормалек. Нормалек. Так, Денч, я думаю, там может быть даже 4 ТЦ, да? Фигачит он такие штуки любит. Ну да ладно. Наверное, ничего изобретать не будем. Поехали. Поехали. Да нет, пассивный не нужно. Тем более золото как-то игрел, надо снять. Так, замок-то построен не будет. Ну ладно, может быть, давайте не будем сильно мешать. Пойдем подынаем фермочки. Тайминг замка мы уже сбили. Что безусловно хорошо. Как раз он сейчас, наверное, возвращается. Его строят. А мы пока засеем фермочки за это. Да. Ага, барак заказывает. Хорошо. Что, и давайте по ТЦ фигачить. Почему? Мы можем. Надо делать, раз сможем. Так. Ага. Ауч! Даже слуну, да, упал? Ну да ладно. Ай. Когда попросил венча не делать анагры. Ой. Что это такое? Так, ну что, мы с вами будем выходить в пехоту, я думал. А, у них, кстати, нет этого-этого. Нажали переходик. Поехали, бараки. Так. Ну что, надо на голду потихоньку, наверное, выходить. Посмотрим. Так же будет 60-20 у нас, да, это все стоит. Так же у нас это будет все 60 плюс 20 стоит, да. Эдихико. Картем. Замки необычные. Так. Как не открою, у меня все время нет еды под этот. Блин, не забывай, у меня все это время. У меня все это время кресты круче работают. Ай. Что Дэнч сюда пришел, не пойму. Вот Дэнч. АЛАРМА. АЛАРМА. Такой амбициозный замок. Однаку. Не дадим его построить. Ай, Дэнч. Должен был стрелять под скорпу. Этот крест внутри, может быть, бы достроил бы. Акдэнч, акдэнч. Так. Вот они, двойные апгрейды. Чувствуете, один апгрейд сделался. А сделалось сразу два апгрейда. Скорпион Галилайн. Блядь быстрее. Понято. Принято. Принято. Так. Тайминг еще не поздний. Довольно ранний. Сделаем вот этот апгрейдик первым делом. Так. Ну, бараки там мне заблокируют. Получается, нужно, нужно перестроить бараки. Центурион апгрейд выглядит довольно недешево. Все. Принято. Так. Опа. Ап на Центуриона. 800 еды. Давайте, наверное, еще чуть-чуть крестьян закажу. Еще-чуть-чуть слегка позаказываю крестьян. Ага. Все. Готовимся делать Центуриончиков. Ой, точнее, легионеров и Центурионов. Интересно, потом будет сравнить, как это все будет выглядеть. Вот так. Да, правильно? Повела. Все, по-моему, хватит. Голда у меня, вроде, должна быть. Голда у меня должна быть. Ну, Д. Так, нажали этот ап. Центуриончик у нас почти перешел. Блин, еще же Скорпы, да, есть жесткие. Ладно, мы сначала против самураев попробуем подраться. По-моему, браке делается на бэке. Хорошо. О, милиша и это лайн-чардж атак. Вау. Так, я не сделал, да? Ну, так и все воборот пока что. По фермам, вроде бы, все в порядке. По фермам, вроде бы, все в порядке. Блин, я... Начинает меня требить сразу. Ну, давайте не будем мапать Центуриона. Я, наверное, драться-то им не буду особо. Я драться им особо не буду. А, они же еще очень быстро делаются, по-моему, да? Так, 12 плюс 9. 12 плюс 9, что? А, ну-ка, 12 плюс 9, а так... Чувака не меняется. Блин, интересно, это считается уникальным юнитом или нет? Ну-ка. Ой-ой-ой, это элитный самурай, ребята. Элитный... Элитный самурай! Что? Это элитный самурай, это уникальный юнит! Это элитный самурай. Ребята, это был элитный самурай. Офигеть! 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 Так, надо бафнуть. Надо легионерами ближе подбежать. Давайте этот этап тоже нажмем. Сейчас этот этап сделаем. Так, подбежали. Все, хорошо. Так, ладно. Ладно. Так, нам надо сделать над Скорпиона в баллистику, во-первых. Нам, во-первых, надо сделать баллистику. Перехасад на инженерию. Третьих самих Скорпов, да, надо будет? Третьих надо будет самих Скорпов замутить. Да, ну, конечно, 12 плюс 9 дэмэдж, это что-то. Какой дэмэдж, это что-то с чем-то. Так, этот апчик нажал. Этот апчик нажал. Заказал Скорпиончиков. Так, дома надо достроить, да? Еще здесь домики сломают. Линьор, Линьор. Эдифико, Эдифико, Эдифико. Пронт. Мгм. Адарма! Адарма! Сантехо! Эус. Я знал, что он так сделал. Теперь у него... Теперь у меня есть дырка на его базу. Хе-хе. Пронт. Эдифико, Эус. Эдифико. Так, ну что, поехали. Ой, плюс один еще. У нас корпус, да, есть? Так, и что мы еще можем сделать? У нас... Ммм... Найт Лайн, Скорпион, Минимал Рэнч, да. Не, ну, в принципе, у нас все четенько. У нас все четенько. Копуляция мигает. Наверное, сделаем этот тап. Может быть, мы успеем продать раньше дынча. Ну и все, вперед. Эти бесплатные почти по золоту Скорпиончики. Так. Ну-кася. Здесь, правда, нету Центуриона, да? Тут нету Центуриона, но они настолько жестче самураев, по-моему. У них еще чарджа така же есть. И тут еще под замком файт. Хотя, смотрите, файт самурая уже получше, да? Подрались. Вау, вау, вау. Хорошо. Так. У нас же еще сич-таранчики есть. У нас еще сич-таранчики есть. Так. Ага. Все продано. Блин, а почему у меня есть 165? А, мне сломали домики же, да. Я-то думаю, вроде армию потерял, а новая не достраивается. Блин. Как-то построил домики и удалил домики. Так. Так, давайте Центуриончиков похилим, которые крутые. Так. Слышу анагры. Слышу анагры Денчика. Так, ладно. Давайте еще разок. Пойдемте подеремся. Только на этот раз у нас сзади будет элитный Центурион. А, кстати, на было этот. Конечно, нет. Так, Центурион. У нас тут очень много бафы. Так. Сразу смотрим файт. Блин, самурайчики еще слегка продамаженные, по идее. Так, я думаю, я могу здесь быстро треп зафокусить. Мои бравые воины. Деритесь. Нет, блин, Скорпы это такая жопа, ребята. Скорпы это такая задница. Ненавижу Скорпов. Ладно, Денч даже за эту циву умудрился делать пул анагры. Пытаться с голыми анаграми. Ладно, заказываем требы. Заказываем требы. Да, но такое ощущение, что эти легионеры под Центурионами, жалко, непонятно, сколько они дают. По идее, они дают мувспид. Мувспид у них становится больше. И дэмэдж, да, по-моему? Или скорость атаки. По-моему-с. Так. Ну. Так, что у нас получается? Сейчас трепчики. Там ребята лечатся. Давайте их чуть-чуть бафнем. Уже 4К голды. Ай, больно, Денчик. Денчик, это было больно. Ни одной стрелы нету. Ладно, погнали требить. Погнали драться. Блин, а это же просто чемпы. Прикиньте, каждый вот этот парень стоит всего лишь, там, 20 голды. Ой-ой-ой, он стакает самураев. Он стакает самураев. Стреляйте, мои скорпы. Стреляйте, мои скорпы. Мадам-дам-дам. Мадам-дам-дам. Мадам-дам-дам-дам. Ой, блин, какая же жесть. Скорпы еще под себя умеют стрелять. Блин, классная игра получилась. Денчик в целом не идеально, наверное, сыграл, но все-таки до своих юнитов он дожил. Правильно, до самураев. Три ТЦ в итоге бумил. Планировался, наверное, какой-то фастбум Но тут с первым замком были траблы уже И со вторым тоже Естественно, с реликвиями у меня была посильнее Ну и, конечно, риблинские Давайте экономику быстро заценим Наверное, это просто жесть Наверное, это просто жесть Всего на 3000 еды, кстати, больше Но у меня на 7000 больше леса На 5000 больше золота Но это с реликвией в том числе В общем, у меня везде побольше лесов добыты, да? Хотя по крестам мне не сильно больше Ну ладно, такое ощущение, что, знаете, цивилизация сильная Билдордеры могут интересные получаться И в целом бафаются И юниты у них великолепные Вот, но, конечно, нет последнего армора, да? Поэтому Плюс 4, плюс 4 Те же самые почти статы, как и у обычного Обычного чемпа Разве что, я так понял, здесь Может, там хп больше Или атака выше Что-то такое, да? Атака на 2, как минимум Короче, в целом жестко Но все-таки, блин, много разных вещей Которые не очень жесткие в этой цивилизации Ладно, надеюсь, вам понравилась эта игра Мне лично было прикольно поиграть за римлян Очень комфортно, интересно Всем большое спасибо за просмотр, ребят Со всеми увидимся на следующем видосе Постараюсь сейчас снова возвращаться к контенту То есть, сиртурик закончен Поэтому будет время записать видосы Со всеми увидимся Пока, до следующего видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok